Мукамолы Казахстана снова заговорили о своих проблемах, решения которых напрямую зависят от правительства. По их словам, из-за запрета экспорта зерна из России мельницы могут остаться без сырья. А местные сельхозтоваропроизводители либо продают пшеницу в Узбекистан и Таджикистан, либо выжидают хорошей цены на фоне роста стоимости зерна. Ждать ли Казахстану дефицита зерна и муки и о чем просят переработчики, расскажет Нина Шапон. Мукамолы страны просят государственной поддержки из-за того, что Россия перестала продавать Казахстану зерно местные мельницы на грани остановки производства. Молоть попросту будет нечего, так как местный агробизнес придерживает пшеницу в ожидании еще большей цены или же экспортирует в страны Средней Азии. На сегодняшний день в отсутствии российского зерна, более дешевого, цена зерна на внутреннем рынке резко поднялась. То есть она уже перевалила за 150. Это, конечно, очень хорошо для фермеров. Но если мы говорим об этом, мы тогда должны четко понимать, что вся линейка продуктов, связанных с зерном, и это не только хлебопродукты, но это еще и птица и мясо, то есть она тоже, по большому счету, практически вся линейка социально значимых продуктов питания в нашей корзине, она в той или иной степени будет дорожать. К тому же, заверяют мукомолы, из года в год растет экспорт зерна, но падает экспорт муки. И в это время, как нельзя кстати, пришлась бы поддержка правительства, о чем и просят переработчики. Не знаешь, за что хвататься. Тут с банками проблемы, субсидий нет. Хочешь, не хочешь, мы как бы попали уже в крупный бизнес. В крупном бизнесе одни проблемы. Говорят, что вы уже крупный бизнес, свои проблемы сами можете решать. То есть выпадаешь из субсидирования, из государственной программы. В Акимате Кустанайской области заявляют, что по их данным, экспорт за прошедшие два месяца вырос в два раза. Дефицитов пшеницы нет. И посоветовали мукомолам налаживать долгосрочные отношения с местными аграриями. С нашими субсидированиями, которые производят это зерно, с ними надо заключать более-менее такие длинные контракты. Почему я говорю? Потому что с ними заключить, вы всегда будете уверены, что в данный момент у вас будет определенное количество зерна. И вы будете какое-то время у них покупать. Соответственно, вы будете ее перерабатывать, будете продавать. За круглым столом мукомолы высказали все свои пожелания и просьбы к правительству. В Палате предпринимателей пообещали все вышеизложенное донести до оперативного штаба. Там как раз сейчас рассматривают ввод ограничений на экспорт муки и пшеницы. При этом экспортеров обяжут ввести обязательную продажу 10% зерна на внутреннем рынке.